Девушки отдыхают 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 Для болельщиков Кубани, потому что счет этого матча 2-2. Спартак, как и мотив, тут не только все поделано в футбольном поле, но и в данной указанной таблице. Крылья Советов Терек 0-2. Терек достаточно уверенно идет в последнее время. И, в общем-то, по праву занимает высокое место в турнирной таблице. Краснодар-Анжи 2-2. Тут, в общем-то, Анжи, поменяв тренера, тоже включаются в борьбу за то, чтобы выйти с последних мест. Ну и последний матч этого тура, Ростов-Мордовия, также немножко затронем и этот матч. Достаточно интересный. Спасибо большое. Посмотрели итоги матча. Жень, первый вопрос тебе. ЦСКА самыми первыми в 12-м туре сыграли. Счет 3-2. Такой, вроде бы, да, залихватский должен был быть футбол. Учитывая и Урал, не самая, наверное, плохая команда. Сейчас неплохой футбол показывает, да, учитывая, что они сейчас идут на седьмом месте, да. Что в этом матче ЦСКА противопоставил Уралу, чтобы взять три очка? Ну, конечно, организованность в действиях своих, естественно. Была, наверное, выполнена задача, которую сказал Леонид Викторович, о том, что, наверное, забить надо на первых минутах, грубо говоря, до 20-й минуты. Что, собственно, было сделано. На второй минуте Панченко замечательно забил мяч. Ну, и потом, как обычно, мы подсаживаемся уже в последнее время, начинаем играть немножко, ну, скажем так, не то, что с линцой, а вот, ну, повыше. За что нас в Урал и наказал. Ну, благо, есть у нас хорошие исполнители, которые могут двумя касаниями вывести практически пенальти. Исполнено было, Думья забил великолепнейший мяч. Ну, конечно же, штрафной, который был исполнен игроком Урала, ну, выше всяких похвал. И то, что вратарь наш не мог дотянуться, Игорь Кенфеев, это, ну, не его вина, это точно. Вот, ну, естественно, играли. Мне казалось, даже под конец матча, мне казалось, что наши немножко берегут силы, оставаясь на сила на матч завтрашний, который будет с Манчестер. Ну, честно говоря, сложно судить об этом матче, потому что, ну, не знаю, то ли я уже начинаю привыкать о том, что ЦСКА добивается своих побед порою, несмотря вообще ни на какие преграды. То может проигрывать 3-0, то может дожимать соперника на последних минутах, да? Это говорит о том, что вот действительно все, действительно сбалансированная команда у нас, и что не может не радовать. То есть мы можем в любой момент прибавить и дожать соперника. Это вот многим командам премьер-лиги у нас не хватает. Ну, я имею в виду те, которые команды идут в первой десятке. Которые слева от нас сидят. Не могут дожать. Тут объединились, да? Тут первое-второе место. Ребят, задам вам вопрос. Он абсолютно, как говорится, не относится к командам, да? Вот Евгений говорит о том, что стабильный состав, о том, что есть какое-то равновесие, баланс, да, есть. А что разве в «Динамо» и «Спартаке» нет баланса, нет состава? Ну, по крайней мере, «Спартаке» точно. «Динамо»-то мы уже говорили о том, что такие сейчас проблемы достаточно большие именно с составом. Кирилл, на твой взгляд? Ну, с составом сейчас проблемы, да. Проблемы, да? То есть ты видишь в этом именно загвоздку в том, что ЦСКА побеждает именно потому, что состав стабильный. То, что у «Спартака» проблем с составом, ЦСКА побеждает, в этом нет закономерности. Согласен, в этом закономерности нет. А в том, что именно это тоже может являться причиной. Про ЦСКА говорим. Ну, про ЦСКА и «Спартака» про команды. Ну, ЦСКА демонстрирует такой гроссмерчерский уровень. То есть команда, когда надо, она усиливается, наносит такие два смертельных, один контрольный в голову, и все заканчивает. То есть команда в любой момент может включить шестую передачу, потом опять отдохнуть, усилиться, отдохнуть. Уровень команды сейчас таков, учитывая то, как неожиданно для всех кувыркается «Зенит», я сейчас думаю, да. Отвалился «Краснодар», и вообще многие команды сейчас не показывают ту игру, на которую мы рассчитываем в этом сезоне. А армейцы, в общем-то, полностью хозяйчивают в таблице. И такое впечатление, что они могут просто на выбор, знаешь, как-то там стреляют по мишеням на выбор. Может, они могут любую команду в любой момент отстрелить, выиграть, и, в общем, соперников им не видно. Ну, достаточно приятный, мне кажется, комментарий для болельщика ЦСКА, что называется, потом после эфира обменяетесь футболками. Ты мне магнитик привез? Либо магнитиками, да. Сережа, на твой взгляд, скажи, пожалуйста, в подтверждении, может быть, слов или не в подтверждении слов, да, В чём сейчас, в чём сила, брат, ЦСКА, на твой взгляд? Я никогда не думал, что ЦСКА... Да, это нет, но я продолжаю цитату. Да, да, да. ЦСКА, я сто раз говорил, ЦСКА, с Женей соглашусь, это действительно стабильность. То есть, у них много лет уже практически там точечное усиление, либо возвращение старых игроков, которых продали удачно, не продали, а продал генеральный директор. Вот, и плюс, уже несколько раз повторял, что ЦСКА будет так играть, будет стабильно играть, пока у них всё хорошо в составе, потому что даже тренер Манчестер Юнайтед заметил, что ЦСКА, говорит, даже не знал, что у них 13 человек, основа вообще, ну, таких основных, которые выходят в основе. То есть, для него было удивительно, как они в Лиге Чемпионов, в Чемпионате играют, ну, вот, хочешь посмотреть. Я думаю, когда они в среду играют, мы это посмотрим, да, как там играют 13 человек. Ну, вот, и поэтому ЦСКА на классе, если брать, если брать, не одно время, если брать саму игру, то, конечно, с Женей соглашусь, ЦСКА и с Кириллом, что ЦСКА на классе. Они вышли, спокойно обыграли, даже видно было, когда забил Гогнев такой красивый гол, Кенфееву, 3-2, да, счёт встал? Да, да, 3-2. Какая-то надежда затеплилась, а потом, видно, игроки даже Урала, поняли, что вот концовку матча уже видно было, что они даже не пытались что-то предпринять. ЦСКА доиграл, вот, 3-2, как-то счёт всех устроил так, и играл закончил. Всё хорошо. Пожали руки, довольны разошлись. Да. Константин, включайся в разговор. Тебе вот такой вопрос. Тебе, ну, про ЦСКА, конечно. Тебе вот такой вопрос достается. Вот скажи, пожалуйста, известна определённая модель, да, вот как сказал Сергей. Модель, стабильность, точечное усиление и так далее. Что мешает, вот на твой взгляд, любым другим командам, да, не только Локомотиву, там, не знаю, Анжи и так далее. Что мешает скопировать данную модель? Руководство клуба, усиление, ну, в общем, всё, что с этим связано. И идти по пути ЦСКА. Что мешает? Мне кажется, мешает руководство, у которого есть ЦСКА, и у которого нет других клубов. Потому что, мне кажется, всё начинается, прежде всего, с верхушки. А эта верхушка к себе приглашает тех или иных специалистов, с которыми, а, приятно работать, которые, б, проверенные люди временем, и, с, которые могут здесь и сейчас показать результат. Вот Суцкий первым матчем, если не ошибаюсь, в Лиге Чемпионов был как раз против Манчестера Юнайтеда, да? Мы, в принципе, немного знали о Суцком, как вот о тренере, который может руководить топ-клубом. Он тренировал футбольный клуб Москва, Крылья Советов, да, ещё раньше. Уралан. Уралан, да. Но кто уже знал, что вот так вот за сколько прошло, Женя, сезонов 6-7 ЦСКА три раза добьётся золотых медалей, два раза выиграет Кубок России, да, и успешно выступает, я считаю, на Евроарене. Всё идёт, прежде всего, с головы, шея у ЦСКА есть. И правильно сказал Сергей, что не меняя состав, ЦСКА, в принципе, показывает тот уровень, который показывает. Играет на классе. Если так будет строить своё поведение любая команда, будь то Локомотив, да, в том числе, потому что вот у нас этот сезон очень хороший, но мы не будем загадывать вперёд, что будет дальше, посмотрим. Если так будет выстраивать свою систему Спартак, Динамо, Краснодар, которую, да, мы верили в эту команду, которая сейчас спустилась до низов, я считаю, если с головы будут подходить клубы и их владельцы к игре, к всем прочим моментам, то и команда будет показывать достойные результаты. Мы уже проходили, Олег, я перебью, вот как раз про Локомотив, пока про Локомотив заговорили. У Локомотива, помнишь, был Нечаев и Сёмин, да, вот эти два связка руководителя и тренера, и команда становилась чемпионом. Также вспомнил Бердыев, я не помню, кто у них там, генеральный директор. Там Бердыев был, помню, всем. Ну, тоже, команда была, хорошее финансирование, хороший подбор игроков, значит, работала хорошо служба. Нет, мы можем вспомнить и Спартак, Романцева. Ну, Спартак, да, мы берём последний, Спартак уже сколько лет, это, нет такого... Ну, Локомотива тоже... Нет, мы говорим про структуру, Олег, мы про структуру. Спартака сейчас в последние 10 лет тоже, как и у Динамо, нет. Где люди доверяют друг другу, да, и работают друг другу. Хороший руководитель, хороший тренер, хороший менеджмент, финансирование, всё нормально у Спартака. Да и у Динамо сейчас практически нормально, но сейчас мы решаем свои проблемы. Но нет вот именно вот этой выстроенной структуры вертикали, начиная как у ЦСКА, да, то есть всё-всё идёт у них как механизм. А в чём проблема построить этот механизм, Жень? Потому что ЦСКА частный клуб, да, а остальные не совсем. Нет, не обязательно. Я думаю, что... Спартак частный клуб, Динамо частный клуб, финансирование. Опять же, смотря какие цели преследует руководство, если моментальные, скажем так, наживы, грубо говоря, в бизнесе, то это одна схема. Сколько ЦСКА выстраивалось, вспомни, ещё приказали. Года три, она четыре устраивалась. Оборудована по годам, и это всё постепенно нарастало. Гиннер пришёл в 2001 году, и в 2003 мы стали. В 2003 мы уже стали чемпионом, через два года. Правильно. Но мы сейчас говорим, Олег, мы сейчас говорим о том, что мы подвели команду к 2015 году, а не к 2004. Мы говорим о том, что сейчас вот эта вот схема, которую заложил Гиннер, фундамент, это действует уже 14 лет. Я тебя прекрасно понимаю, но даже в 2002 ЦСКА должен был стать чемпионом. Да, мог он стать чемпионом. В 2001 Гиннер пришёл, в 2002 уже ЦСКА по показателям был выше локомотива, и почему там сыграли этот золотой мальчик, который ЦСКА проиграл 1-2. Согласен, но тогда немножко другая ситуация была. Тем не менее. Тем не менее, сейчас строится немножко по-другому всё, Олег. Это не то, что было как бы... Я не соглашусь, что Гиннер начал строить команду с перспективой на 5, 6, 10 лет. Он всегда это говорил, он всегда это говорил. Он пришёл через год уже чемпионом. Нет, ну дальше, дальше, дальше. Олег, смотри, секундочку. Возьми с тем же стадионом. Нет, подожди, когда он пришёл, он не сказал, что мы на следующий год должны стать чемпионом. Он давал руководству команде, которая играла, карт-бланш. То есть играйте так, как вы можете играть. Он не ставил цели занимать первые места. Не говорил. Ну я не знаю. Не говорил. Это сейчас, поэтому, когда приходит... Нет, Гиннер точно не говорил. На команде я тоже думал, он говорит. Надо сверить. Ну что ж, действительно, мы в этом направлении немножко поспорили. В том плане, что понять, в чём секрет, я не знаю, в чём фишка ЦСКА в том, что он... В чём сила, брат. Да, в чём сила, брат. Да, как было сказано чуть выше. Ну что ж, всем болельщикам ЦСКА поздравления с победой, с очередной победой. И забегая чуть вперёд, скажу, что у ЦСКА в графе поражений единственная команда, у кого ноль. Вообще в таблице, в турнирной таблице есть ноль. Переходим к следующему матчу. Амкар-Динамо. Амкар-Динамо. Эти команды сыграли на зимнем уже даже, можно сказать, промёрзшем поле. Там уже снежок лежал. Да, напоминаю нашим болельщикам. У нас Амкар-Динамо 1-1 сыграли. Серёж, действительно ли поле? Действительно ли состав? Действительно сейчас ли Динамо... Ну, скажу прямо и откровенно. Вы были за борьбу Еврокубки. Да, я могу даже согласиться с тобой. Потому что сейчас Динамо очень тяжело будет. Учитывая то, что у нас выбыли не только за борьбу за Еврокубки. У нас выбыли все центральные защитники. У нас на 15-й минуте сломал бывший игрок ЦСКА такой. Не понял, играл-то у вас. Сейчас вам Амкарий-то играет. Короче, нынюс травму в Губачан. И у нас последний защитник центральный выбыл из строя. И получилось, на поле вышли хоть 11 россиян. Я не знаю, плюс это или минус. Но то, что у нас вышли 4 крайних защитника играть. И тем более, 3 из них левых защитника. Один правый. Это вообще, я не знаю. 3 левых защитника. Даже на стороне себе такого позволить не могли. Ну, неважно, да. То есть, понимаешь, они никогда не играли, во-первых, в центре защиты. Это совсем другое амплуа. Кто играл в футбол, знает. Да, крайний защитник это одно, а центральный защитник это другое. Почему? Даже края разные. Да, и поменяли, кстати. Он поменял. А помнишь, когда Лобановский говорил, тренировал, он говорит, у меня должно быть 11 человек универсалов. Универсалов. Вот поэтому это беда, то, что... Ну, понятно, Жень, может, они универсалы, может, они в дубле-то ребята эти друг друга заменяли. Понимаешь, одно дело в дубле, а другое дело выйти против команды мастера. А это опять же, о чем мы с тобой разговаривали, да, вот перед передачей, да, о том, что вот лимит на легионеров существует, и теперь мы видим, как команда играет. Вот 11 человек. 11 человек, россиян, и мы видим результат, который показывает команду. Сделать скидку, что с 15 минуты было 6 человек из молодежки играло, но тоже... Мы это повторяем из передачи в передачу. Нет, причем тут лимит легионеров, и то, что в Динамо играет 11 россиян. Как это тут взаимосвязи-то? А у них у нас и нет вообще запасистей. Ну и причем тогда тут ленизные легионеры? Нет, просто мы... Динамо единственная команда, которая сказали, вы играете... Нет, нет, нет. Или у вас особый лимит. Или у вас 0 легионеров. Нет, вы не поняли, вы не поняли. Мы прекрасно поняли. Что, не только Динамо, мы говорим о том, что команда показывает такую игру с российскими футболистами. Футболистами. Я прекрасно понимаю. Это проиграл. Друзья мои, назовите мне страну. Даже тот же Урал. Понимаешь? Урал. Назовите мне страну, где действует лимит. Страна нет такой. Но где могут выходить на поле только исключительно граждане этой страны. КНДР может быть. КНДР, да. Монголик. Это да, это я соглашусь. Но вот там вспомним и нет. Ну, вряд ли, наверное. Ну, ладно, давай вернемся к матчу. А то мы ушли уже, да, здесь нет. Там проблема еще какая, Жень. Там проблема вот этой молодежи. Молодежь-то она неплохо играет. Нельзя на нее все камни бросать. Потому что взаимодействие вот именно с этими игроками, которыми опытными игроками, у них нету. Я посмотрел, и они сами об этом говорят. Сегодня вот интервью было катриджи, кажется. Он сказал, что когда играли в Ульбуина, Куране, Джуджик играли, мы молодые выходили, понимали, что не надо им мешать. Они сами знают, мы подыгрывали только. Потому что, ну, как, в Ульбуина вел игру, да. Как я могу, говорит, влезть там, отнять мяч и обводить начать. Я, говорит, играл на Ульбуина. А теперь, говорит, мы выходим, молодые, говорит, нас 6 человек вышло. Мы, говорит, играем, ну, понимаем, что нам надо брать игру на себя. А пап нет. А пап нету, да. Жирков выбыл, допустим, да. Губачана сломали, Погребняк приехал. Как только Погребняк приехал, Динамо перестал забивать. Одну игру не играл Губачан. Теперь все. Нет, но она была единственная центральная защитная. Олег, не причем не говорю, он единственный центральный защитник, который номинальный защитник, который оставался у нас. Теперь он выбыл на 2-3 недели. Где же Аджоев, почему он распродался? Аджоев уже нету. Я понимаю, почему он всех распродался. И сына его нету. Ну, так вот. То есть, Динамо фактически играет. У нас есть еще один больной защитник. Да, практически молодежи играет. Нормально, десятое место для дубля. Динамо, нужно писать книгу, Сережа. То, что сыграли ничью, я говорил, помнишь, на прошлой передаче, если Динамо какие-то очки наберет в Перми, то это будет очень хорошо. Да, Поляк тебе до этого твердил все передачи, проявлялся прозорливо, что Динамо-то будет скользить вниз. Все время. Ну, у нас от Спартака 5 очков всего, знаешь, равенность небольшая там. Даже от третьего места там сколько у нас? Ну, по итогам сезона, Сережа. Ну, будем смотреть, сейчас зима наступает. Сейчас продадим, как орино, хорошо. А, ну да, вам надо продать Кокорина и что-нибудь. И купить защитников. И подзакупиться, да, Малеха. Да, учитывая, какой график сейчас ждет Динамо. Сейчас тут же и ЦСКА был недавно, локомотив, да, перспективы у Динамо очень. Сейчас Спартак. Как играет Спартак? Ну как? Так же, как и Спартак играет с Ростовом. Играл семь защитников и отмахиваются. Ну, встанем обе семером и будем стоять. Ну что ж, динамовским болельщикам, как говорится, всегда терпение, 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 еще раз терпение. Ну, так складываются сейчас времена, что, может быть, не самые лучшие, да, не самые светлые. Но уверен, что придет тот день. Ну, видишь, пришла беда, откуда не знали. Откуда не знали. Такая распродаж еще началась. То есть, Динамо не жертва лимита, а Динамо жертва этого фэйрплея какого-то, да, который, я думаю, так уж если по гаммскому счету, это может каждый второй команд в нашем чемпионате и так вот, да, дернуть на этом. Ну что ж, будем надеяться, что Динамо за всех отстрадало. Переходим к центральному матчу Турова. Вне всяких сомнений, это матч Ростов-Мордовия. Да, действительно. Классный матч. Матч, конечно же, Спартак-Локомотив, это флагманы нашего российского футбола. Не побоюсь этого слова, потому что, когда эти команды показывают великолепную игру, я попрошу, у нас вывели, да, уже на экран результат этого матча. Спартак-Локомотив, 1-2, было огромное количество и зрителей, и болельщики Локомотива достаточно, хорошо так подтянулись, я бы сказал, на стадион, создали хорошую атмосферу, поддерживали свою команду. Ну, естественно, болельщики Спартака, как всегда, впереди планеты всей, заполнили практически чашу стадиона. Даже не знаю, честно говоря, как разделить, кому задать вопрос первым. Спартаковскому болельщику в команде, проигравшей, либо болельщику Локомотива. Давайте мы сдержание. Мы с Кириллом пойдем сейчас, обсудим лично. Подеремся часок, потом пообедим. Ну что ж, давайте начнем все-таки с победителя. С победителя, потому что... Ну, значит, матч таким... Вот, расскажи, Кирилл, пожалуйста. Что, мы проиграли, что ли? Ну, я думаю, что нет. Я просто думал, у вас опять ошибка в записи. Да, к сожалению, для спартаковских болельщиков нет. Константин, скажи, пожалуйста. Я, естественно, посмотрел этот матч, я просто меня подмывало. Звоните тебе, звоните Кириллу, сказать, что... Ребята, какой классный матч, я прям смотрю, радуюсь, радуюсь и так далее. А мячи-то какие красивые залетали. И мячи красивые, и скорости шипарные, и скорость. Я обожаю именно вот такой футбол. И все-таки, Спартак, как мне показалось, вы обыграли... Ну, не скажу, что через какое-то прям вот перегибание через колено. Достаточно уверенно, да, сложно, но достаточно уверенно. С запасом, я бы так сказал. Что с локомотивом? Я хочу сказать, что перед этой встречей много было разговоров, как команды подготовятся. Все-таки прошли матчи в сборную, разные игроки подходили в разном состоянии. Но все же Черевченко нашел, мне кажется, те слова, те какие-то вещи, которые, может быть, показались рядовому болельщику Спартака удивительными. Ну, мне кажется, ничего здесь нет удивительного. Локомотив как-то с самого начала взял игру под свой контроль. Получился замечательный мяч первый. Мне кажется, что это вот те вот такие вот нарезки. Тот вот этот вот первый мяч, который говорит об уровне. Об уровне защиты Спартака. Об доигрованного последнего момента с Амедовым, который, помните, как влетел в эту линию, чтобы спасти этот мяч. А Коломийцев своего партнера же отблагодарил прекрасным пасом, забив буквально бильярдным мячом точно в лунку. Хочется передать пример, я как-то ехал в маршрутке с болельщиками Спартака, чтобы кто не говорил, там, отскочили во втором тайме и так далее. Мне кажется, победа, друзья, не пахнет. Вы вот обсуждаете нас, обсуждаете, нам это очень нравится, смеетесь иногда над нашей передачей. Но хочется сказать, лучше поработайте над своими ошибками, посмотрите футбол своей команды, а потом уже какие-то итоги с другом. И это не шутки, мы встретимся в маршрутке еще. Ну а если честно, на самом деле мне очень нравится, что популяризация нашего футбола и телеканала растет. Да он разрисовали всю майку. Я после матча специально подошел к каждому герою встречи. Взял автограф для каждого болельщика. У каждой бабушки. Ну, Кирилл, если честно, я как-то на первых передачах говорил, что для нас главное победить Спартак, все остальное не важно. На самом деле важно показать футбол. Это потому что это было в начале сезона, а они сами не рассчитывали, что он будет. И у меня столько подписей на футболке, столько, сколько мы забили за последние два года. Около десяти мячей. Кость, мы обещаем, что мы сегодня тоже поставим свои подписи после игры. Да, пару мячей мы положим. Хочется сказать, что не хочется терять тот подступ, потому что были моменты, когда мы обыгрывали Спартак. Подступ или поступь. Обыгрывали Спартак, а дальше как-то думали, что все, игра сделана. Это примерно так же было у ЦСКА в 90-х. Да, поэтому хочется сейчас... Главное обыграть Спартак. Главное обыграть Спартак, а там хоть трава не рассчитывали. Тот код, который набрали, я считаю, что, не знаю, будьте у меня ругать или говорить, там, тренера я обсуждаю, всегда восхваляю. Кучака, будь то другой какой-то специалист. Но Черепченко реально нравится. Человек, который вот без какого-то огромного имени сделал команду. Спокойно, спокойно. Это моя, моя фраза. Спокойно, я ее сейчас присутствую. Скажи, скажи. Добавлю. Итак, внимание. Всех поздравляю. Прошу крупный план. Скажи, скажи. Насколько я помню, в Локомотиве за последние, там, сколько там, 3-4 года, да, сменилось там порядка 6-ти тренеров. Но не после Спартака. И каждый раз Константин говорит, Кусейров, ну это наш тренер. Кучук, вообще я никогда не встречал, это лучший тренер. Потом кто он там был? Смородска. Смородска, да. Черепченко, вау. Черепченко, это просто, да. Я отвечу. А теперь я про Черепченко скажу. Вспомнить Динамо Силкина. Почему Динамо хорошо играл? Вспомни. Знаешь, почему? Потому что Силкин не лезет. Когда Силкин начал вмешиваться в процесс, весной, Динамо начало проигрывать. Сейчас у Черепченко та же самая задача. Он молодой тренер. В принципе, что мешать-то, команда играет. Работает. И он лезет, да. Особо. Не мешает команде, она играет. Кусюка, которая, да, команду связи. Да, не, ну Кучук-то держал в кулаке, понятное дело. Ну, Костя лучше знает про Кучукат, я не знаю. Да, теперь перейдем еще в обратную сторону, чтобы у нас получился такой диалог. Вот скажи, пожалуйста, приятно слышать? Что именно? Про Кучукат? Армейские болельщики говорят, у нас главное в сезоне было обыграть Спартак. Сейчас локомотивские болельщики говорят, нам самое главное было обыграть Спартак. То есть каждый... Поэтому у нас так мало очков, ёлки-пал. Потому что, мне кажется, каждая самая настраивается. В премьер-линии хочет нас Афгану. Каждый паровоз. Не так, что не правда. У Олега Георгиевич, она говорит, что про Спартака настраивается. Фразы избитые, ну реально смотришь, команда Спартака часто очень хорошую игру показывает. Но это говорит о том, что Спартак команда, которая всегда хочет самому мотивировать. Ну Олег, мы 12 лет не берем киту, когда-то мне говорили, что сейчас тут ЦСКА. У него пойдут китулы, пойдут болельщики. Спартака не 12 лет китулов, а у нас все равно больше всего болельщиков у него. Последний матч, сколько ЦСКА пришло? 10-ти? Имеет. Так что тут все-таки куда ни денься. Ну, армия покойников Спартака нахозвучит о том, что, разумеется, Спартака... Да нет, я тоже больше, что Спартак это клуб. Кубы тут, но пока еще я надеюсь, что никуда не денется. Ну, это бог с ним, я хочу про игру рассказать. Я с тобой соглашусь, что особенно у нас ведь, насколько известно, на домашнем стадионе совершенно чудовищная статистика. Вот при Оленчо. И не только, чтобы командовать, мы вот бог знает с кем. Мы там такого бойкого. С домашними матчами. Да, 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 с домашними матчами. И смелее надо как-то действовать. Вот чего уж я никак не ожидал от Оленчо. Я, наоборот, боялся, что мы будем пропускать много и забивать много. А Оленчо, вот знаешь, когда бывает, когда с точностью до наоборот, когда ошибаешься очень сильно. И вопросы вызывают состав, то есть игра у нас пошла в улюбине против Локомотива, когда вышли Азбилис и Промис. Поменяли защитник. Тогда хоть стало кому-то, кто мог бы бежать. Потому что при нынешней форме Юрия Моффисяна у нас впереди практически не было никого. Не пополнив широкую, некому было пасовать вперед. У нас не было контр-игры. Локомотив нас душил высоким прессингом. И мы ничего не могли сделать в первом тайме. Первый гол все-таки там надо похвалить за настойчивость ребят. Но такое немножко ушло, не ушло. В делом случаях такой мяч уже все-таки уходит. Но это не отменяет то, что Локомотив игра как-то более классно. Именно в первом тайме. Во втором, после замен, который сделал Оленчев. В чем я уверен, что это известно. Я уверен. Азбилис мог играть с самого начала. И по состоянию здоровья, и всяко. Мол, там у Промис какая-то травма. Но тем не менее, вот там получается, сколько там вышло. Его хватило. У Спартака тут же появилась контр-игра. Да, я вижу, да, есть проблема состава. У нас огромная проблема с нападением. Спартак очень мало забивает. У нас, по-моему, 15 мячей забито. Это мало для верхушки таблицы. Это мало. Из них Промис забил большую часть, которая сейчас как раз сломана. Этот новый Луиш Леуш у нас сломался. Мавсисян не в форме. Дюб мы продали. Кому забивать, ребят? Молодых ребят. Забивать некому. Да, молодых мы не подпускаем. Какой? И более смелая игра должна быть. Забей Зотов в первом тайме. Когда он вышел 1 на 1. Да, был моментик. Там реально вышел 1 на 1. Вот вся рама. Потому что Зотов. Про лимит ты хочешь сказать? Нет, я не хочу сказать про лимит. Я просто хочу сказать про игру. И по игре как раз про так. Ты говоришь, надо было по-другому состав выстраивать. Я думаю, что нельзя было по-другому состав выстраивать. Поскольку, объясню. Естественно, локомотив готов физически лучше, чем Спартак. Я бы не сказал, что лучше. А что ты естественно? Ну, посмотри, какой прессинг был. Я не понимаю, 5 защитников дома играли. За счет физики. Объясни. Локомотиву перебегал бы Спартак, будь он с меньшим количеством защитников. Я думаю, чтобы они забели больше. Если были атаки... Правильно. Потому что, когда вышли нападающие, игроки локомотива уже были немножко подсажены. Подсели. Подсели они. И они смотрелись на уровень техничный. А если по-спартакски, не скрою, я в этой игре симпатизировал Спартаку. Потому что, с точки зрения турнирной таблицы, мне было это выгодно. Ты был не одинок. Я уверен, что все армейские болельщики так... Ну, армейские болельщики, да. И если бы оказались бы точные игроки Спартака, в концовке сам, я думаю, они бы обязательно дожали бы локомотив. Кирилл говорит, об этом забивать некому было. Моменты-то были. Были моменты. Но просто, может быть, стечение обстоятельств. Такие локомотивы еще тоже были. Но сначала играть ни в коем случае против локомотива нельзя было. Иначе бы вы даже один мяч не забили. Ну, как ни сначала выходить с пятью защитниками? Я не пойму. Потому что локомотив более мобильный, более скоростной. Если говорить про сововажение... И не первую игру, Кирилл прав, не первую игру они дома выходят с пятью защитниками. Я не понимаю, Оленич. Человек, который выиграл столько титулов, играл в таких командах. Я имею в виду, я не слежу за Спартаком. Я просто говорю конкретно матча. Вот в этом конкретно матче с локомотивом. С Локомотивом по-другому нельзя было играть. Именно нужно было сдержать. И здесь было к мать, да. Играл к оборону. А чего отъезжать, Олег? Почему мы с «Зенитом» так не играли? С «Зенит» потому что... Я слабее локомотива то ненамного. Но там была другая игра и другое. Мне непонятно кувыркание все-таки Оленича. Особенно именно с «Стаги». Но мы же не знаем, что в состоянии находится. Секундочку. То есть «Зенит» просто недолюблют, это всем известно. Тогда вот такой вопрос. Подожди, друзья мои. Как сыграл «Спартак» с «Локомотивом» 1-2 на своем поле? Как сыграл с «ЦСК» 1-2? И мы тоже говорили о том, что абсолютно разные таймы. «ЦСК» в первом тайме 2-0 ведет. «Локомотив» там чуть-чуть позже забил. Но тем не менее. Во втором тайме, когда «Спартаку» надо было что-то в игре с «ЦСК» давили-давили-давили. В игре с «Локомотивом» давили-давили-давили. Может быть чего-то не хватило. Меняли игру. Меняли игру. Ну, походу. Про это говорим. Так почему первое не играть сразу-то? А Женя против. И второе, почему такую же модель первого тайма, такую же, как с «Ростовом» получилась, с «Краснодаром» получилась? Мне кажется, что «Спартак», если будет играть такую игру, ему хватит на 60 минут. И после 60-й минуты его просто раздавали. А после 60-й минуты делаются три замены. И будут три дня. Выпускаются. Я не знаю, какие. У «Спартака» одни травмированные игроки. Не надо. Есть три человека, которые можно было бы заменить. Сыграть в тот же автобус, в тот же автобус, который «Спартак» достаточно успешно сыграл. С «Зенитом» увы не получилось, к сожалению. Ну, мы два, тем не менее, все равно. Мысль пришла, Кобелев смотрит нашу передачу. Да, разумеется. Сейчас все рассказали, как «Спартак». Какие у него проблемы. А можно еще немного из статистики. Просто вы про тактику начали говорить. «Локомотив» меньше всех пропустил пока на данный момент. 8 мячей. И на третьем месте после «ЦСКА» и «Зенита» идет по забитым мячам. Поэтому здесь, в принципе, тактика «Спартака» может быть и ясна. То, что они не играют в двух нападающих. Потому что все-таки защита... Когда последний раз «Спартак» играл в двух нападающих? При «Дзюбе», наверное. «Дзюба», «Венета». Мы говорим про группу «Прорыва», которая бы хотя бы дергала ваши летучие фланги. Которые просто задергали наших камбаров, край крайков. Когда вышли «Промис» и «Азбелес», фланговая активность «Локомотива» сошла на нет. Задышали немножко. Да, сошла на нет. Поэтому, мне кажется, надо было все-таки рискнуть. Играть фланги. Понимаете, мы могли бы на этих же контратаках и нарвать. Могли! А и было, когда «Локомотив» на контратаке могли забить. Но там моменты были, что... Больше всего моментов «Локомотив» было, а контратак. Да, самые такие моменты. Поэтому, выпуская «Азбелес» сразу, тут, в принципе, игра могла сразу быть сделана. Друзья мои, ну какая разница? Ну, проиграл бы «Спартак» тоже 3-2, 4-3. Ну, по крайней мере, мы могли говорить о том, что «Спартак» выстраивает игру, которую... Нет, дома надо иначе играть. «Зенитом» мы дома сыграли иначе. «Локомотив» был бы другой состав, была бы другая игра. Надо дома играть смелее. Ребят, закрывайтесь в гостях. Пришел полный стадион, биток. Зачем так играть, это непонятно. А результат давлеет все-таки на тренера. Давлеет, да. Ему же не дают карт-бланш. Вот и начинается у них. Есть телефонный звонок, карт-бланш, который уже телезритель изначально получает в нашей программе. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Вы забываете одну вещь. Что команда играет так, как позволяет ей соперник. «Локомотив» не позволил сыграть «Спартаку» в его игру. Какую? Он дал ему свою игру. Забил два мяча. Какую игру хотел бы? А он так сыграть. Решил сохранить результат. Поэтому «Спартак» с помощью замен минут 20 примерно атаковал. Приемлемо, нормально. А, видимо, на всю игру этого не хватило. Я так думаю. Но вначале в какую игру собирался играть «Спартаку» с пятью защитниками, когда вышел? В какую он хотел играть? Я не знаю, в какую он собирался играть. Но, во всяком случае, «Локомотив» ему не дался играть в его игру. В какую игру он не собирался. Они их просто перебегали в первом тайге. Вы нам скажете. Потому что тут как раз загадка, в какую игру. В какую игру «Локомотив» не дал сыграть «Спартаку»? «Спартак» вышел защищаться. Зачем он выпустил тогда? То есть «Спартак» вышел защитным составом. Ребята, тогда не пропускайте. Тогда резонно. Защитным надо играть, когда защита хорошая. Кирилл, если команда выходит только защищаться, она обязательно проиграет. Вверх проигрывали. Что там? Как правило. Погласен абсолютно с вами. Давайте посмотрим турнирную таблицу после 12-го тура. Что-то сверхъестественное не произошло. Но, тем не менее, ЦСКА идет первым, «Локомотив» идет вторым. Отставание всего лишь 5 очков. И у «Зенита» от «Локомотива» тоже 5. И от «ЦСКА» в 10. Арифметику мы прошли достаточно быстро и хорошо. На мой взгляд, Ростов достаточно высоко взобрался. Учитывая всю финансовую проблему. Проблему, да. Вообще будет. Люди не платят зарплату, они на четвертом месте идут. Василий Юрьевич не надо. Друзья мои, давайте вам «Спартак» говорим. На пятом месте 20 очков. Наверное, не самый большой отрыв от команд лидирующих. Но, если честно, пока я не могу найти хоть один крючочек, за которым можно было бы «Спартаку» зацепиться и подняться выше, скажем так, четвертого места. Крючочек в следующем туре. Терек, Урал, Крылья Советов. В общем-то, эти команды, как мне кажется, будут единственные бороться за эти же самые места. А Ростов, то есть, ты оставляешься? Нет, Ростов, скорее всего, опустится. А кто же тогда будет? Краснодара нету. Кто же их мест займет? Нет, друзья мои, это 12. Кто-то залезет. Олеся, не подскажите, будет какая-то неожиданность. Где «Динамо» не подскажет? Где «Динамо»? Сейчас нам подскажет режиссер эфира, который говорит нам о том, что под барабанную дробь «Динамо» у нас на десятом месте, но и «Краснодар» на девятом. По разнице забитых. Да, да, да. Абсолютно согласен. Девятый, да. Друзья мои, я уверен, уверен, что «Краснодар» поднимется в пятерку, выйдет, скорее всего, в «Евровесну», ну или «Ковой», да, в «Евровесну» я имею в виду, «Еврокубки». Да, «Динамо», скорее всего, не получится. А вот кто будет? Ну, а кто будет? «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «ЦСКА», «Краснодар». Я думаю, эти команды. Ну и, да, замыкают турнирную таблицу. «Кубань», скорее всего, такой неожиданный, да. «Анжи», «Мордовия», «Уфа», ну, наверное, в большей степени мы все-таки ожидали, что эти команды навряд ли будут представлять какую-то угрозу, да, для топ-команд. Вот «Мордовия», я, понимаешь, на прошлом передаче говорил, что очень интересная матч с точки букмекерства. И ведь почти повезло. Да. Тем людям, которые играли с «Мордову», да, потому что, вот, говорят, команда, в принципе, неплохо играет, им очень не хватает очков. Они, мне кажется, свои очки доберут, мне кажется, «Мордовия» останется у нас играть. «Мордовия» шикарно сыграла, и с «Ростовом» играла, да, и с «ЦСК», и другие матчи с «Локомотивом», да. Не добирают они очков. За пять минут до конца проиграть. Матч очень интересный был с «Ростовом». Да, да, да. Честно говоря, немножко жаль. Тренер хороший. Тренер хороший. Да, молодой тоже. Тренер хороший. Молодой, наш, российский. И команда неплохая, да. Игроки неплохие у них там. И борются, я вижу, да. Игроки неплохие. Нет вот этого какого-то упаднического настроения, но чего-то вот, вот где-то какой-то вот удачи не хватает. Какое-то вот везение вот, чтобы… Бывает такое. Бывает. Бывает. Ну, давайте посмотрим. Остается буквально несколько минут, но сегодня и завтра у нас «Лига чемпионов». «Зенит» играет во вторник. Буквально, практически сразу после окончания нашей программы. И для тех, кто смотрит нас, естественно, в прямом эфире. «Зенит» – «Леон». Да. И «ЦСК» Манчестер Юнайтед играют в среду. Что? «Любуйна» играет. «Любуйна» играет. «Любуйна», да. Против «Халка» играет. Вот смотрите. «Зенит», на мой взгляд, если побеждает в этом матче дома, «Леон» набирает 9 очков. Практически проходное количество очков. И тогда уже целиком и полностью посвящая себя чемпионату и вперед в чемпионскую гонку включаться. Сережа, как думаешь? Мне кажется, что «Зенит» сделал ставку на Лигу чемпионов. Мне кажется, что они в этом матче будут выкладываться. А вот в чемпионате у них пока происходит шалковалка. Да, непонятно, что. «СССР» будет очень интересный матч в «Химках». Говорят, что билеты уже давно все проданы. Говорят, что «Манчестер» везет состав. Никакой? Боевой? Нет, боевой состав. Единственное, там просто травмы в последнем туре. В последнем туре травмы получили, поэтому, естественно, травмированные не едут. Как и в следующем туре. Кирилл, согласишься, не согласишься с моими словами Сергея? По поводу того, что… Дзегild оставляет простопроцентный выход. Выходил в Европу в «Зенит», вот не гдеested에는. В одном сцене… Здесь говорили, что по-моему в прошлом году вышли из 6 из групп. Да, а там с десятью не вышли из какой-то группы. И, ну, с Дзеглин точно. Десять за 6 от фронтов Альтон, так кстати, околоlinев. У Леона, по-моему, тоже очень большие потери в составе, я просто радио слушаю, я не уверен, но мне кажется, у него большие кадровые проблемы. Ну вот ты согласишься, что он Денис сейчас в прошлые годы, помните, когда у него были группы, достаточно такие невнятные, назовем это так, делал ставку на чемпионство, всех крушил, громил и так далее, а в Лиге чемпионов, в общем, кто сдувался. Я с тобой не согласен, я думаю, это совпадение, они не могут делать ставку на то или другое, ставка и там, и сям, только вот тут получается, а тут нет. Интересно, интересно. Жень, ЦСКА в Манчестер Юнайтед, свой тренерский путь в Европе, Слуцкий начал именно с Манчестер Юнайтед, я помню, как сейчас этот матч, на выездил Траффорд, 3-1 Велит, 3-2, и на последних минутах, рикошет от Ченникова. Да, и забивают, значит, забивают Манчестер, 3-3, что ждешь на сей раз от этого матча, играете дома? Побед, да, играем дома и жду победы. А на чем строится? Не строится, не строится твоя... Да просто я вот верю, что мы должны победить, мы должны, как сказал Кирилл, мы должны выйти на домашней арене и показать футбол, который мы вот можем показать. Ну и еще сейчас все-таки Манчестер Юнайтед, это, конечно, Манчестер Юнайтед, но это сейчас больше все-таки бренд, чем Супер Клуб. Посмотрим на его выступление в Англии. Нет, это не тот Манчестер Юнайтед, который был в 90-х. Ну и 2000-х, ну и 2000-х, да. У нас группа-то поравнее, чем у Зенита, да, сейчас если у них 9, у нас у всех... Не только поравнее, но и посильнее. Посильнее, естественно. И у нас вот, грубо говоря, у всех четырех команд, да, по равенству, то есть по 3 очка, поэтому будем выигрывать в Манчестер Юнайтед. Ну даже на ничья, я думаю, устроит ССК, потому что... Нет, Сережа, победа, даже с Манчестер Юнайтед. Согласен. Ну и последнее, о чем мы успеем буквально напомнить нашим телезрителям, чтобы они включали свои, да, телеприемники и болели за свои любимые команды. Лига Европы. Также в четверг у нас состоятся матчи. Это Локомотив дома сыграет с Бешикташем турецкая команда. Очень серьезно. Локомотиву 6 очков побеждает Бешикташ дома и также, в общем-то, да, может спокойно, спокойно ожидать своих соперников в 1-8 финала. Ливерпуль, Рубин, вот тут, мне кажется, будет очень интересная игра, да. Ну, Ливерпуль, Априори, Априори. Юрген Клоп. Да, 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 Клоп ведь уже возглавил команду. Клоп уже возглавил команду, уже сыграл первый матч в английской премьер-лиге. Ну и Паук Краснодар. Ну, Паук, наверное, не самый сильный соперник, которого Краснодар, спасибо, который Краснодар мог бы, наверное, испугаться. Я бы так сказал, да. Да? Итак, поехали. Локомотив. Да. Чего ждешь? Я жду победы, конечно. Спасибо. Другого, в общем-то, я и не ожидал. Друзья мои, следующий вторник. Не, а еще будут у нас выходные, скажи, матчи это будут. Будут матчи, обязательно. Следующий вторник, да, мы встречаемся на телеканале Видное ТВ в 20.15. Все, как всегда, мы говорим о футболе и, естественно, мы поговорим, как сыграли наши команды в Лиге Чемпионов Лиги Европы. Ну и центральный матч 13-го, 13-го тура. Динамо-Спартак. Обо всем об этом в следующий вторник в программе. Все грани мяча. Пока. Болейте своих. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»